Так, мне нужна ваша обратная связь относительно того, что каждый из вас осознал или увидел в себе в своей жизни вот из последнего куска. Про механизм мести, про предназначение. Если кто-то хочет поделиться, если нет, мы просто продолжаем. Нет? Такое было. Узналась. Узналась, да? Я себя очень сильно вижу. Я себя очень сильно вижу, потому что ты рассказывала. Вижу твои отношения с папой. Я подумала, что не надо с ним поговорить. Я просто не знала, как начать. Я сейчас не знаю как. Просто дело в том, что я хочу с ним поговорить, потому что очень много чего я от него ожидала и не получала. Ну и просто как-то. Что-то даст разговорам? Ну, конечно, что-то даст. Еще кто-то? Если разговоры не возможно уже приходить. Тогда понимать себя, понимать. понимать те чувства, которые вызывают та ситуация или память о той ситуации. Так же само, как все равно приходишь к тому, что нужно понимать себя в любом случае. А ты считаешь, лучше поговорить с родителями? Да, конечно. А как им сказать, что мне было больно, плохо от каких-то элементов? Но быть полностью искренней с ними насчет того, сначала именно о том, насколько тебе больно от этого. Потому что если разговор начинается с претензий, то он обычно заканчивается конфликт. Я просто не знаю, как это сделать так, чтобы у них не было чувства вины, чтобы все улучшилось и не ухудшилось у них, например. Здесь сложно. Здесь вот... Вот коммуникация, да? Как танец. Ну блин, ты можешь, Антон, рассказать, как ты воспринимаешь танец? Потому что я его так не воспринимаю, но вот про коммуникацию хочу так... Да, да, можешь рассказать вот немножко? То, что мы сейчас во дворе говорили про танец. Только как контекст привезли? Потому что про коммуникацию, как разговаривать с родителями. Да, это очень интересно, да. В танце, если приходит человек, он там есть зажатый, что-то пытается делать с девушкой, не получается. И, в принципе, если девушка такая же корявая, то она как бы поддастся. Но если человек учится, у меня появляется тонкость. То есть он понимает, какое у нас делать мини-движение, в какую точку и как, и всяк, чтобы точно, абсолютно тебя поняли. Соответственно, тот, кто слушает, он по ним может понять, он учится понимать. Слушает, как он способствует. Он слушает. В танце так называют слушать. Слушать ведение. То есть он может слушать. И, соответственно, чем выше уровень танцора, затем больше он через мини-движение, через какие-то выражения глаз, через его головы может объяснить. Вот, и так далее. Соответственно, в этой коммуникации с людьми получается то же самое. Сначала ты грубо говоришь, что, я не знаю, ты мне всё детство испортил, да, очень-очень жёстко и ни к чему не приводит. Ну и с той стороны тоже будет вот. А вот Наташа умеет очень тонко говорить. Да ладно. Мы когда были в Запорожье, там была пара, как раз был сыт, и с другой стороны сидели родители. Я в какой-то момент забыла, что это взаимосвязано. Я начала спрашивать у него, чем он недоволен своих родителей. Жесть. Я потом такой, Марат такой выходит и говорит, ты это вот, там родители сидят напротив. И в Запорожье я говорила о том, насколько, то есть я за то, чтобы налаживать коммуникацию с родителями. Не в смысле того, что, а вот как оно существует, так оно и есть, и ладно, всё равно я свою правду до них не донесу. А разве надо? И поэтому я с ними просто из этого не общаюсь, не разговариваю. Меня не понимают, они меня не понимают. Вечная проблема. У меня у самой такая проблема была. Они меня не понимают. Я вижу невидимых. Они говорят, чего? Я спать не могу ночью из этих всех кошмаров. Они заходят в комнату, так ничего же нету. Ну да, для вас нету. А для меня есть. Я два года не спала ночью. Полное непонимание вообще. Они кричат, у меня сверхчувствительная нервная система. Для меня эмоция была как физический удар. И они орут, а я плачу в другой комнате, сворачиваюсь клубочком и ревую. Единственное, что спасало, это вот ощущение того, что Вселенная есть. Вот ощущение связи со Вселенной. Это единственное, что спасало. И было полное, тотальное непонимание. Потому что я им говорю о том, как бы это меня убивает. Они смотрят, например, по своему рейтингу. Есть одежда, есть где спать, есть что поесть. Все, мы ребенка любим. А я пыталась донести, что это еще, это маленькая частичка того, как бы, что для меня сначала заботиться обо мне. И вот где-то в 21 год мои розовые очки просто с треском вдребезги. Папа с мамой, то есть у меня такие приступы были. Один громкий звук, у меня начинаются приступы, я верещу, аутоагрессия, у меня останавливается ЖКТ, просто гайки. Я знаю, что мне нельзя кричать, у меня здесь все остановится. И вот папа с мамой это знают. Они учатся, да, приспосабливаются. И то за счет того, что я все время им объясняю, насколько мне херово, как херово для меня это закончится. Но это не доходило до... То есть это проходило в их сферу восприятия только тогда, когда они видели, как мне плохо физически. Вот, вот сейчас, вот. Если они там ссорятся, а я в комнате скручиваюсь колосиком, мне так херово, что я вот-вот-вот умираю, это не работает, когда я выхожу и говорю, вы понимаете, вот там вот сейчас это был практически последний мой миг, я не знаю, как я вышла, там все болело, все скрутило. Вы можете не ссориться, пожалуйста, потому что там меня, меня это добивает. Это не проходит. А у меня такая фишка была. И сейчас еще момент у меня есть, как бы когда... Ну сейчас, когда мы с Маратом вместе, это проще, как бы мне там фигово. Я лежу, я просто подхожу к нему и говорю, можешь меня обнять, мне реально сейчас фигово телесно. А раньше у меня было так, я сама, у меня с детства это было, я сама, я сама, сама вкручу лампочку, сама обожгусь, сама сделаю это. И я привыкла переносить боль сама, потому что если мама приходит, то у мамы еще большая паника, чем у меня. Иначе приходится успокаивать маму. Отличное, конечно, перенесение внимания, да, мне уже не так фигово, потому что я начинаю успокаивать маму. И чтобы не вызывать вот это вот... То есть, в общем, когда мне было плохо и я находилась сама, мне было так спокойнее. Мне не надо было налаживать коммуникацию с мамой и говорить, мама, ты не виновата, успокойся. Потому что мама автоматом чувствовала там вину за это. И мне было сложно переступить, сделать этот шаг. То есть, они ссорятся, мне так вообще никак. Я выхожу, выползаю из комнаты в коридор, чтобы они могли меня видеть, и верещу от боли. Потому что тело не справляется. Они видят, они успокаиваются. До них резко доходит. Это реальность. Вот это реальность с их ребенком. Проходит там пару часов, ситуация повторяется. Я лежу, и мои розовые очки падают на пол вдребезги. Им насрать на меня. Вот только сейчас была ситуация, проходит там пару часов и снова конфликт. Я четко увидела, когда родители заняты своей болью, меня нету на радаре. Я это называю «нету на радаре». То есть, не включается то, что есть в этой квартире еще третий объект, который буквально тут помирает рядом. и для того, чтобы мне было более комфортно, чтобы я чувствовала себя лучше телесно, чтобы для меня была зона безопасности, я начала налаживать коммуникацию с родителями. И, естественно, это было нелегко. Вот. Потому что, кроме того, что показать свой внутренний мир, свою боль, да, нужно еще и понять, что и у мамы, например, есть своя боль, свои страхи. У папы есть свое чувство вины. И ты подходишь сказать о своей боли, а у них уже врубается чувство вины, жалость к себе, самобичевание, самонаказание. А выражается это как, я тебе больше еды купила, может тебе, там, не знаю, компьютер, может, то есть материальные вещи, чувство вины, и, может, тебе вот это надо, может, вот это надо. А я пыталась донести, да не надо мне это. Просто помните, что в нашем треугольнике есть еще я. Просто помните об этом, когда вы ссоритесь, и все. Не надо мне еды и вещей. Это было самое сложное, донести до родителей. И на это построение моста ушло пять лет, пять лет. А сработало это тогда, когда я перестала хотеть донести до них, насколько мне, как же так сказать, не то, что насколько мне фигово, а что моя жизнь имеет ценность. Когда я перестала пытаться до них это доносить, когда я сама увидела, да, моя жизнь имеет ценность. Для меня самой она имеет ценность. Вот. Тогда резко они потянулись обратно. Медленно, аккуратно и без коммуникации. Это все не строится. Это все ломается, разрушается. Только выстраивается, ломается, разрушается. Выстраивается, ломается, разрушается. Потому что, когда говоришь об одной вещи, вроде бы пришло понимание. Наступает следующий день, как будто этого ничего не было. Говоришь о другой вещи, как будто вчера не разговаривали. Говоришь, мам, ну вот это, это, это. Ну вот, ну же говорили. Ну вот это вот. Закрытие чувства вины. Что делать? И вот эта вот коммуникация, как ты говоришь, Антон, это микродвижение, понимание, что вот у человека там есть своя боль, есть свои страхи. Он сразу же прячется в чувстве вины. Он сразу же начинает себя наказывать. Он сразу же готов всего себя, все, что он имеет, пожертвовать тебе, потому что у него чувство вины не потому что он хочет разделить это с тобой, а потому что у него такое чувство вины, что если он не компенсирует это, он не сможет жить дальше. Это вот большая разница, когда родители с ребенком, они его обнимают из своего чувства вины, понимая, как они напортачили раньше. Или они обнимают его просто потому что они хотят разделить с ним свою нежность. А разница в ощущениях колоссальная. Разница в словах колоссальная. Разница в поведении колоссальная. Между вот чувством вины, на, держи, на, держи, и это, и это, и это, и это. Либо просто, когда родитель из чувства, вот которое его наполняет, да, он более расслабленный, он более живой, он более веселый, он коммуникабельный, он гибкий. И когда чувство вины, то это напряженный родитель, который боится что-то не так сказать, боится что-то не так сделать, из этого, и именно поэтому 90% он и не делает, 90% он и не говорит, он просто подходит и говорит, держи компьютер, и уходит. Потому что, по сути, у родителей и отсутствует навык коммуникации. А кого в СССР учили навыку коммуникации? Там говорят, ты должен быть хорошим, что там, человеком, да, и все. Остальное не епет. Соответствуй, зарабатывай деньги, будь хорошим человеком, и не важно, что ты там хочешь, какой ты там внутри, и все остальное. И поэтому навык коммуникации – это то, что уже отсутствует, например, у родителей, да, а вы его нарабатываете. Если вы его наработали, если вы мастер танцев, тогда вызывает еще больше интерес. А как же это мастерство применить к тем людям, самым близким, с которыми хочется наладить общение, да, с которыми хочется ощущать вот этот вот семейный уют. И видишь, что это как вот, как животные, бешеные, раненые животные. Они тебя любят, они хотят к тебе подойти, но им так внутри больно, что они начинают рычать. Они рычат, подкидывают тебе еду и снова рычат. И вот навык коммуникации, вот для меня в жизни, навык коммуникации – невероятная вещь. Я училась на папе с мамой разговаривать с ними, разговаривать, разговаривать. Если до 14 лет моя мама была красной пожарной машиной, мы так прикалывались в семье, папа и я там, вечер, девятый класс, решаем уравнение. У меня жуткая невнимательность на числа. Я там пропускаю одно число, еще 20 уравнений, у меня истерика. Приходит красная пожарная машина, то бишь мама, начинает все разруливать. В итоге я все равно решаю 20 уравнений, но хотя бы нет конфликта и ора. После 14 до 25 красной пожарной машиной в семье стала я. Потому что папа с мамой ссорится, я буквально прихожу и говорю, оба в большую комнату на диван, пожалуйста, и семейная психотерапия. И вот там я научилась разговаривать с двумя разными людьми, чтобы они могли понимать друг друга. Вот на этом я нарабатывала коммуникацию. То есть вот два близких человека. Они не слышат друг друга, они даже себя не слышат. Меня они не видят. Когда у них конфликт, нужен кто-то, кто придет и поможет услышать друг друга, увидеть друг друга, понять себя. Тогда уже проще. В общем, потом пришло к тому, что папа с мамой научились видеть прошлые жизни. Вместе садятся, разбирают одну прошлую. Люда, вот это. Слушай, а кто там был? Сейчас, подожди, я посмотрю. Вот это. Точно, да. И тын-тын-тын. И когда у них конфликты, в какой-то период они просто садились, там мама обижается или папа злится. И кто-то первый такой говорит, слушай, Люда, давай посмотрим какую-нибудь прошлую жизнь. Точно говно там где-нибудь зарыто? И начинают там копать. Туда-туда-туда. А, например, там боль. Моя мама была такая, когда прошлая жизнь, она даже не могла разговаривать. У нее была истерика. Это была молчаливая истерика. Слезы градом. И она вот сидит, ее трусит. А потом они уже начали обсуждать. Там прошло пару часов. Мама уже начала разговаривать. Папа ей помогал. И вот это все объединило. Объединило семью в том моменте, что я становилась мостом. Я буквально становилась мостом. Я приходила. Да, первый год я давила. Никто не спорит. Я хотела, чтобы они наконец-то перестали ссориться. Поэтому я как нормальный человек, который не знает другого метода, приходила и требовала. Сколько можно? Ну, пожалуйста. Ну, мне уже наканало это. Неужели не можно понять? То есть боль пульсировала. Потом, когда после ребёрфинга... Там я прожила момент... То есть мама меня родила, и на трое суток меня оставили одну... Ну, в общем, к маме меня принесли только на третьи сутки. У меня была жуткая дыра. Это вот одиночество, никому не нужность. В смысле того, что я подходила к людям и спрашивала. Я тебе нужна? А зачем? Ты меня любишь? А почему? А зачем я тебе нужна? Все время был один вопрос. Зачем я тебе нужна? Зачем я тебе нужна? И после ребёрфинга, когда я прожила вот это вот состояние одиночества, как раз мама была в коридоре. А я так, прочитала книжечку, думаю, прикольное упражнение. Легла, такая сделала, думаю, хотя бы... Электризует тело. Много энергии, интересное дыхание. Поделала три дня, там, по 15 минут, на третий день так вштырила. Выхожу из комнаты к маме в коридор. Мама, обними меня, скажи, что я тебе нужна. Пожалуйста, сейчас! И, в общем, я соединила эти ощущения. Всё, классно! На 99% вот эта вот дыра никому не нужности просто затянулась вот так. С того момента я перестала требовать от родителей понимания. То есть покажите мне, что я вам нужна. Они не показывают как раз. И когда эта дыра затянулась, я наконец-то стала способна разговаривать с родителями. То есть я резко задумалась. Если мне уже не нужно доказывать им, что я им нужна, не нужно им там втирать. Посмотрите, вот что вы со мной делаете. Как только эти фразы все поуходили, то появился нормальный исследовательский интерес. Папа чувствует это, мама чувствует это. Он говорит вот это, а она говорит вот это. Слушайте, как это привести к одному знаменателю? И тогда стало реально что-то получаться. Потому что каждую их ссору мне было уже не интересно на себя внимание. Посмотрите, я есть. Да? Мне уже было интересно, чтобы они могли понять друг друга. И вот там это офигительные годы моей жизни, потому что они ссорятся. Это два разных человека, у которых такая офигительная боль зарыта внутри. Папа говорит одно, мама слышит другое. Она говорит ему из того, что она слышит и подразумевает. Папа слышит, третий отвечает и из этого ракурса. И это полные гайки. И вот так вот приходишь, доходило до таких элементарных моментов. Садишь их, да, элементарные моменты, это когда папа приходит, такой утром стучится в дверь и говорит, «Наташа, я кажусь с мамой только что такое на кухне сказал». Она на меня обиделась. Я говорю, «Папа, ты что?» Выхожу, говорю, «Ну, ты можешь маме просто сказать, что ты имел в виду?» Пошагово, слово за слово, фразу за фразу. А мама, она очень боится агрессии. А папа у меня очень такой агрессивный, в общем, чувак. Я здесь как раз нашла «Коса на камень» называется. То есть он к ней подходит, она его боится. Он ей что-то говорит, она ему не верит. Я говорю, «Окей, давайте ко мне в комнату». Сели на диван, вот такие вот. Честное слово, школа, просто школьники, сели вот так вот. Как будто вот рядом тут никого нету. Я говорю, «Пап, можешь взять маму за руку?» Потому что, ну, маме это очень сложно. Папа такой тянет руку, мама забирает руки. Я говорю, «Мамочка, пожалуйста, ты можешь взять папу за руку?» Вот так вот пошагово коммуникацию, буквально пошагово, мягким, нежным голосом, спокойное тело. До тех пор, пока они не касаются друг друга, сядут рядом. Тишина, спокойствие, надо привыкнуть. Электричество, окей. Боль усиливается. И вот так вот сидишь и разговариваешь. А вот это? А вот это? А вот это почему? А что вы имели в виду? Папа, ты можешь маме сказать, что ты ее любишь? А можешь сказать так, чтобы это было искренне? Потому что мама говорит, это ты просто, а Люда, прости, насрал? И говоришь, а прости, насрал? Прости. Так 27 лет. Я уже не верю. И там были просто такие моменты прикольные, когда там папа с мамой садятся. Я говорю, слушайте, давайте так, попрактикуем. Садятся на кровать, держатся друг за руки, смотрят друг другу в глаза. Я говорю, давайте так, три раза папа говорит, Люда, я тебя люблю, только так, чтобы вот внутри пошел жар. А это оказалось очень сложно и маме, и папе. Но вот они делали до момента, пока вот у них изнутри не шел жар. Говоришь, я тебя люблю, это чувство! Офигеть! Коммуникация. Естественно, она вначале сложная штука. Как и танцы сложная штука вначале. Вот это вот стоишь весь зажатый, а он тебе говорит, нужно вот так вот сделать. Чего надо сделать? Я как-то на каратэ пришла и вообще просто в тренажерный зал. И мне сделали экскурс в бокс. Чувак такой говорит, ну делаешь так там. Я стою такая. Он говорит, расслабь руку. Я говорю, как? Он так классный делал. Я смотрю, блин, офигительно получается. У меня так. Вначале все время сложно. Естественно. Ну, если вы понимаете, насколько вам самим это надо, чувствовать единство со своими собственными родителями, да? Извините меня, со своими собственными родителями. Это, наверное, достаточно ненормально, что 27-летняя девочка говорит о том, как важна коммуникация с папой, с мамой. А не послать их на три буквы, да? Нужно вопрос? Да. Вот вопрос. Если воспринимать эту ситуацию как зеркальную, не получается, что ты, налаживая коммуникацию родителей или родителей с собой, что ты просто на самом деле налаживаешь коммуникацию с мамой? Зеркало работает на моменте, что если где я чувствую дискомфорт от их недействий, там у меня жопа, да. Да, да, да. Ну, я говорил, они кричат, например, а ты в этот момент чувствуешь дискомфорт. Это зеркало? А, нет, у меня было телесное. Тем не менее, это уже зеркало не работает? Там, там другая фишка от того, что, как же так сказать. Когда я была очень маленькая, там недели две от роду, и они очень кричали и били, ну, в общем, двери хлопали, они кричали. И моя нервная система это воспринимала как удары. Тогда у меня не было умения тела, как сейчас, умиротворения. И каждый громкий звук воспроизводил опыт двух недель. А когда они громко ссорились, то еще и в 14, и в 19 лет этот громкий звук воспроизводил опыт двух недель, боль физическую. Тогда у меня не было умиротворения, как сейчас. Сейчас это меня не пугает. То есть я наполняюсь, наполнилась умиротворением. Ори, не ори, там, кричи, все нормально. Сверхчувствительная система остается. А вот именно момент на эмоциях и чувствах зеркала. То есть тут у меня именно физический момент того, что у меня тогда не было этого навыка телесного умиротворения. Так это о чем? А, так про коммуникацию. Естественно, очень сложно. От того, нужно ли вам это. А вернуться, да, на час назад, то, судя по тому, как выливается такой механизм в месть и в желание довести любимого человека до такого же состояния, до которого довели вас, то можно предположить, что наладить коммуникацию с родителями достаточно важный момент в жизни, да. Можно я вот поправлю коммуникацию? Если я встретила такого человека, да, который, собственно, пытается вот через себя, через свою грызь, да, проявить вот то, что не хватало ему детства, на всякие нежности. Вот я, как сторонник, наблюдатель, скажем так, как должна она это реагировать, чтобы ему помочь? Я не знаю, как вы должны это реагировать. Ну, нет, ну, как бы, вот, вот, просто вот. Поставьте себя на его место, если бы вы были такой, и посмотрите на себя со стороны. Как бы вам самой к себе нужно было найти подход? Вот так, а так я не могу говорить, что вам нужно сделать. Не-не-не, я не к тому, что это там советует, что просто вот, ну, как ситуация. Так я, я же говорю, поэтому я не знаю, я не знаю этого человека, я не знаю вас, и не знаю ситуации. Здесь, ну, реально, нереально говорить что-то. Поэтому коммуникация такая офигительная штука, и коммуникация со своим телом, с самим собой в первую очередь коммуникация. У меня получилось так, я наладила, да, внутренний диалог с самой собой. Ну, ребёрфинг помог, этот опыт. Я поняла, почему я всё время говорила, я вам нужна, я вам нужна, я вам нужна, ну, скажите. А мне говорят, да, да, я тебя люблю, я не слышу, я повторяю. Зачем, 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 зачем? Ну, естественно, много лет вот эта вот коммуникация с собой, с собой, с собой, коммуникация с другими людьми, потому что коммуникация с другими людьми лишь отражение того, насколько настроена коммуникация с самим собой. Это точно так же, как мы вслух, вот я вслух говорю с вами, так же самое я внутрь разговариваю сама с собой. Если здесь я думаю одно, а говорю другое, то внутрь идёт то же самое. Я думаю одно, а туда идёт другое. Или я думаю, там, я люблю своё тело, ну да, я его мою, я его кормлю, я сплю. Это ещё не значит любить своё тело, это только часть, это ухаживать за своим телом. А я думаю, я люблю своё тело. И когда я говорю наружу, то же самое, там, я люблю человека, но делаю всякое говно, получается одно и то же. Я говорю одно, а делаю другое. Я говорю одно, а делаю другое. Поэтому вот эта коммуникация работает внутрь и наружу. И когда сложно находить общий язык с другими людьми, то можно просто посмотреть, а где сложно найти общий язык с самим собой. Когда первые, когда даже фразы строишь, исходя из требований и претензий, то нужно смотреть внутрь. А где ты сам к себе вот так вот из требований и претензий строишь фразы там? А почему ты утром не просыпаешься? А почему ты опаздываешь? А почему то-то? И когда к себе так обращаешься, смотришь на другого человека. Автоматом фразы выстраиваются в требовательном тоне, с претензией. Именно поэтому мне так нравится вот именно слушать, как люди говорят. Потому что вот именно просто фразы сразу показывают, какие внутри уже могут быть механизмы. Человек говорит, и он не слышит. Ну он просто говорит, он выражает свою мысль. Бывает, редко наблюдаешь за тем, что именно и как ты это говоришь. А именно в словах, в маленьких словах, просто в одном слове, в предложении, но вот в этом всем контексте показывает. Ага, вот здесь боль, скорее всего, она вот такая. А вот с этим словом, с этой фразой, это вот это вот, наверное, это вот это. Спрашиваешь, человек говорит, да, один в один. А папа такой говорит, слушай, как это у тебя получается? Я говорю, ну папа, ну ты мне сам все рассказываешь. Он такой, да ладно, я говорю, ну вот смотри. И просто, поэтому, когда мы с Маратом работали, это просто разговор, бла-бла-бла. Мы там сидим в суши-баре, работаем, да. И мы больше разговариваем-то о разных вещах, чем работаем. Начали об одном, зашли на другое, на третье, на четвертое. Он что-то рассказывает, я тут ему говорю, а ну стой, что ты сейчас сказал? Вот это, записывай. Дальше болтаем, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, о разных вещах. А вот это, записывай сюда, записывай сюда. Выводим целое ядро боли, здравствуй. То есть люди сами, вы сами говорите о вашей боли все время, постоянно. Только мы редко это слышим, когда мы сами об этом говорим. Потому что мы постоянно сами с собой разговариваем. Так, ну вот, а какие вопросы по коммуникации еще, может? Вот еще, пожалуйста, по коммуникации. А, допустим, когда ты говоришь, зашли родители, скажут, у тебя компьютер и ушли. Это можно считать отзеркаливанием в ситуации, что ты сама так же с своим телом обращаясь? Вот на тебе. Отзеркаливание работает на моменте дискомфорта. Если мне неприятно, тогда отзеркаливай. Если мне больно от этого, что они дали мне компьютер и сами ушли, тогда отзеркаливай. Было больно? А? Ну, ты просто только что рассказывала пример. Я пример привела, потому что когда они покупали компьютер, это было другое, да. Ну, тогда это вообще давно было. Это я пример привела, когда вот тебе дарят это. То есть это не автобиографично? Да, в данном случае было. Автобиографично было, это когда недавно папа приехал, и вот они ходят, разговаривают. Я занимаюсь своими делами. Я говорю, смотрите. А, и папа там спрашивает, там, доброе утро, как дела, доброе утро, как дела. А я тогда вот очень хорошо изучала и коммуникацию, и с Хриславом, и с Маратом мы работали. Когда не видишь человека на радаре. Я послушала неделю эти моменты. Я говорю, слушайте, а вы видите меня на радаре вообще? Папа говорит, ну да, конечно, видим. Я говорю, а как? Как вы понимаете, что вот я в вашей семье есть? Ну как же, мы тебя спрашиваем, как у тебя дела? Я говорю, да. Я говорю, у меня дела хорошо, но это все заканчивается. То есть в самый момент, если я так говорю, с болью и с дискомфортом, это мое зеркало. Если у меня есть исследовательский интерес без боли, то мне просто интересно. Как вот тебе может быть интересно изучить кого-то, как он двигается, как танцует, как это происходит. Но если ты это делаешь с дискомфортом, с обидой, тогда это зеркало. И там была такая ситуация. Я прихожу, там мама ставит подарок. А я захожу в комнату, у меня стоят подарки. То есть мне только что говорили о том, что... Я спрашиваю папу, как вы видите меня на радаре? Он говорит, ну мы спрашиваем. Я говорю, а вот интересуетесь ли вы то, чем я занимаюсь? Он, ну как, конечно, интересуемся. Я говорю, ну вот каким образом? Папа такой, я говорю, ну вот есть сайт, есть видеоролики, есть то. Я говорю, вам это интересно? Я говорю, окей, хорошо, ладно. Я так вот пару раз приходила и спрашивала. Потом происходит ситуация, когда я просто прихожу в комнату, у меня лежит подарок. Я выхожу и спрашиваю, как мне на это реагировать? Ну я реально не знаю, как на это реагировать. У мамы резко начинается боль, она со мной неделю не разговаривает. Я фонарела. А потом мама рассказала, что вот в момент, когда я ей сказала, и что мне с этим делать, у нее была такая ситуация в детстве. Она бабушке, своей маме принесла цветы на день рождения. И бабушка ей сказала, зачем ты их принесла? Что мне с ними делать? Один в один фраза вот так вот, фух, пронеслась, и мама упала в боль. Папа ее вытаскивал из этой боли. Я разговаривала с папой, налаживала коммуникацию, потому что с мамой было очень-очень сложно. А папа налаживал коммуникацию с мамой. До тех пор, пока он буквально вот так вот маму не втолкнул ко мне в комнату, мы начали разговаривать, через 15 минут все разрешилось. И вот там, где боль, вот там зеркало. Где остается интерес без боли, без дискомфорта, без агрессии. Это просто интерес и любопытство. Вот, еще какие-то вопросы? А вот из какого состояния лучше начинать коммуникацию, когда более агрессия еще есть? Или когда остается только интерес? А если боли и агрессия есть, то что не начинать коммуникацию тогда? Вот я и не знаю. Спрашиваю. Ну, можно очень сильно себя понять, да, очень сильно себя понять, довести, что эта боль уйдет, и тогда начинать коммуникацию. Но родители могут скончаться до этого времени, и тогда, может быть, лучше начинать коммуникацию, понимая и как бы, говоря о своей боли и спрашивая, какая боль у них. А не так, что вот мне больно, а у вас все, наверное, хорошо. А если понимаешь, почему они так поступали, но все равно остается обида, потому что, ну, понимаешь, что тоже с детства навязывали очень много всего, им тоже было больно, у них хоть и страх из детства, поэтому они боялись за меня и так поступали. Но все равно остается обида, что, ну, блин, можно было это осознать не за 50 лет, допустим, а за, ну, 10 лет. И, ну, почему же так долго, да, они просто не занимались этим, не понимали и продолжали делать больно? Вот этот момент, это для работы с собой, ну, перед зеркалом, ну, у меня такая техника. Когда вот я говорю, вот ты сейчас очень четко, классно сказала, ну, вот претензия-то была такая, когда ты к ней ставишь свое имя вначале, ты говоришь там, ты-ды-ды-ды, ты говоришь, почему столько времени тебе понадобилось, чтобы начать заниматься собой и понимать себя? И вот когда вот это, и это нужно говорить с эмоцией, с той самой эмоцией боли и раздражения, которую ты хочешь сказать родителям, и вот тогда ты понимаешь себя. И когда ты понимаешь себя, обиды это уходит. Ну, это надо делать, тогда это вот, ну, видно. Я просто боюсь, что мы с ними живем в разных городах, и я могу это сделать, да, но я чувствую, что я должна их потом поддерживать постоянно, чтобы они не ушли в состояние депрессии, обвинения себя, как-то вот, чтобы им хуже не сделать. Ну, вот смотри, есть такая вот разница. У меня была, да, то есть если либо я общаюсь со своими родителями, потому что мне нужно, то есть я считаю, что они не способны нести ответственность за свое состояние, у них нет мозгов или малоосознанности, и они такие упадут в болото, и я начинаю с ними общаться из сверхзабот, и смотрите, вы такие неосознанные, вы глупые, вы ничего не можете, давайте, сейчас я вас буду поддерживать. Тогда реально это проблема. И совсем другое, когда мне просто интересно, слушайте, а что внутри вас происходит? Хотите, мы об этом поговорим, да. И это разные, либо ты считаешь их слабыми, и что они не в состоянии, то есть ты вычеркиваешь вселенную. Потому что у нас у каждого есть контракт с навыками, а ты пытаешься предохранить их, то есть дать им те навыки, которым они еще не научились. Ты говоришь, смотрите, у вас вот есть, у вас нету этого навыка и нету этого навыка. Если я начну с вами разговаривать, мне придется вместо вас этими навыками у вас же в жизни рулить. А я хочу жить своей жизнью. Так вот, это же их навыки, и это их игра в этом. Если есть искренний интерес узнавать их внутренний мир, если есть искренний интерес узнавать их жизнь, что они чувствуют, почему они это чувствуют, почему они это делают, а интересны ли они сами себе? Потому что это так же самое, как кто-то посчитает тебя слабой, недоразвитой, неосознанной, и начнет тебя опекать. Ты говоришь, ну чего, вообще-то у меня свои мозги есть. Он говорит, нет, я не вижу. Сейчас, вот такой кусочек всплыло, я его забыла. Ладно, забыла. Тут у меня просто такой момент, что мама, она на себя забила полностью, и считает, что она уже доживает свои последние годы, что она уже старая, нет смысла. Ну и вообще, она давно считает, что нет смысла жить для себя. Там еще такое православие прям жесткое. О, это страшно. Боих родителей, да. Плюс больная бабушка живет с ними, одна наша бабушка. Бабушка не выхаживает, и она очень много сил выбирает бабушка, потому что она почти не ходит, и плюс она очень капризная, ну, у нее там вкусовые ощущения, нет почти. Ей все кажется невкусным, не таким. Маме приходится постоянно подстраиваться под нее, вот. И, ну, она так всем этим загружена, что ее у себя нет. Она полностью при бабушке. Ага, и что ты, к сути, что в сути? Ну, я понимаю, что ее очень плохо, и ей не нравится ее жизнь, если она ее доживает, ну, вот у нее такое ощущение. Я хочу как-то ей помочь, но я не знаю, как это сделать. Ну, ты бы, смотри, ты бы хотела, чтобы кто-то пришел к тебе, вот, он знает твою жизнь, этот человек знает твою жизнь. Он считает, что, он сам предполагает и считает, что тебе твоя жизнь не нравится. И он хочет тебе помочь, он не спрашивает тебя и начинает тебе как-то помогать. Ты бы хотела, чтобы тебе помогали без спросу? Нет. Здесь тоже первый факт, это спрашивать человека, вообще ваша помощь нужна? То есть, как ты себя чувствуешь? Тебе так нормально? Мам, смотри, а если тебе так нормально? Знаешь, вот есть вот такое качество жизни, как ты на это смотришь? А тебе бы хотелось вот этого? А это бывает непробиваемая стена. Например, я мамой спрашивала, слушай, мама, о чем ты мечтаешь? Я говорю, мама. Я могу испытывать свою душу. Крутой ответ. Вот у православных почти у всех воспитать свою душу. Я это не понимаю. Что это? Что это такое? Слышишь? Слышишь? Вот, и вот, ну, это все только вот именно на живой ситуации. Зависит от вашего навыка коммуникации, от вашего искренности к самим себе. Для чего вы это делаете? Помочь папе с мамой? Помочь? Они тупые, неосознанные, да? Они не справляются? Они не в то верят? Они не так живут? У них есть собственный путь, собственная жизнь, собственный контракт предназначения и навыки. Если вы начинаете с ними общаться, это как если бы с вами начали общаться, исходя из того, что вы предположительно не так живете. Это значит, что вам начинают втирать, как вам надо жить. Ну, а кто хочет, чтобы ему начали втирать, как ему надо жить? Поднимите руки. Так, побольше рук. Вот, и совсем другой момент, когда ты просто спрашиваешь. Просто спрашиваешь. Понимаете, искренний интерес – это самая сложная штука. Как заставить себя искренне интересоваться, например, папой и мамой? Как заставить себя искренне интересоваться? Обычно хочется переделать папу с мамой. Там внутри боль, хочется, чтобы детство было другое. Мы уже взрослые, смотришь на папу с мамой, вот мы вас переделали, чтобы все было хорошо. И разговаривать обычно начинаем из этого ракурса. Предполагаю уже, что так как у нас разный опыт, а у нас реально разный опыт, СССР и сейчас 21-й Нью-Эйджевский век, капитально разный опыт. И ты понимаешь, насколько их неопыт неправильный, правильно? У тебя Нью-Эйдж? У тебя там эзотерика? Ролики Наташи Северской? Ты смотришь на картонтоле, лапина. И ты понимаешь, что мама с папой однозначно неправильно живут. Единственное желание... Они не вдупляют вообще. Вот, да, они точно не вдупляют вообще. Единственное желание... То есть, все фразы, любой подход, искренней улыбкой, искренней улыбкой показать им, что они неправильно живут, приведет к конфликту. Слышите? Это так же самое, как если я к вам подойду и начну все свои фразы выстраивать. Да, я страшное оружие, я умею фразы выстраивать. Я начну вам говорить, насколько вы неправильно живете. А? Мне не будет интересно спросить у вас, вас устраивает ваше качество жизни? А насколько вас оно устраивает? А насколько не устраивает? Пока я задаю вам вопросы, вы сами все осознаете. То, что нужно для вас. Так же самое и с родителями, очень просто получается. Все время интерес, 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 интерес. На этом интересе? А если вы собственным опытом жизни показываете, как можно жить иначе? То есть, если у меня затраханные мозги, я прихожу к маме и говорю, мама, ты затраханно живешь? Она смотрит на мою жизнь и говорит, а ты ничем не отличаешься. И вот, если вы можете своим собственным опытом показать другое качество жизни, то это уже половина разговора. И тогда вы просто спрашиваете, мам, тебе нравится так? А тебя так устраивает? А что тебе не устраивает? А что бы ты хотела изменить? А смотри, а у меня вот так вот в жизни получается. Даже не нужно говорить, что у меня вот так вот в жизни получается. Мама видит, как у меня в жизни получается. Я хотела переехать на отдельную квартиру. Я села и говорю, вселенная, пожалуйста, через три дня я уже живу на отдельной квартире. Мама такая, офигеть, ну естественно, все просто. Так у тебя, конечно, всегда все просто. Я говорю, мам, ну так это ж от того, что у меня границы невозможного, вернее, границы невозможного практически отсутствуют. Все возможно. Захотел? Искренность, открытая связь со Вселенной. Все, на, пожалуйста, держи. Играйся. В чем проблема? И вот уже происходит коммуникация. Мама видит на моем жизненном опыте, что у меня вот так вот все легко получается. Она удивляется. А я ей просто субтитры даю. Мама, смотри, это потому что вот так вот и вот так вот. И иду дальше. Я не говорю ей, мама, давай делай так же само. Потому что ты неправильно живешь. И если даже эти действия вы будете делать из момента, что папа с мамой неправильно живут, это жопа. Потому что нет уважения к ихнему опыту. Они прожили свою жизнь, свой опыт, свои решения, своя боль, свои понимания и выводы. Они с этой болью живут внутри, изо дня в день пытаются вырулить. И если не иметь уважения к жизни своих родителей, то как получается иметь уважение? Тут изначально, конечно, к себе. Если не уважаешь собственный путь, не ценишь собственный опыт, смотришь на чужой опыт и говоришь, нет, это ты не туда идешь. Я тебе сейчас объясню. Я сейчас научусь, как тебе объяснять. Я так объясню, что ты не заметишь, что я тебя перевел на другую стезю. Здесь, кстати, очень важный момент вставления Вселенной в это уравнение. Когда вы говорили о том, что ты понимаешь, почему родители так себя вели по отношению ко мне, а боль не проходит. То вот здесь вставление Вселенной, то есть на какой навык, прежде чем прийти сюда, я запросила, на какой навык я поставила галочку. И в результате вот этого отношения ко мне родителей, какую черту я, какой опыт я наработала благодаря этому, тогда проходит вот это ощущение непонятности. Несправедливости, да. Несправедливости, да, и тогда принятие. Да, когда ты находишь опыт, большое спасибо, когда ты находишь опыт, навык, вернее, навык, которого тебе не хватало, то есть вместо боли при этом навыки образуется легкость, понимание, радость, благодарность, мудрость, все круто. А нету этого навыка, и образуется боль, боль, страхи, паника и несправедливость. Ну, у меня был какой-то навык, не знаю, безразличия и посылания. Я поняла, потому что, ну, я поняла, что если я так больше не могу, да, а они хотят, чтобы я по-прежнему была вот такой-то. А я уже все, я просто не могу, я это кидаю все, и все, я живу так, как я хочу. Я говорю, ну, делайте что хотите. Просто, ну, у меня еще была такая ситуация, что я очень долго встречалась с молодым человеком, просто вообще 7 лет, и он сделал мне предложение, и я как-то переждала, то есть я хотела за него выйти замуж, но это было раньше. А потом, ну, я уже, уже я не хотела, и как бы всеми начали это навязывать. Мои родители, которые очень хотели, он мне безумно нравился, то есть с его стороны тоже. И все это вместе, что, ах, да как это так, да ты его не любишь, да какая ты плохая, ну почему-то. И у мамы случается просто микроинсульт, и в этот момент, когда она умирает, когда она не может разговаривать, я говорю, что я выйду замуж. И она отходит. То есть мне пытается, да, ну, я понимаю, что она реально, она могла умереть в этот момент. И я наступила на себя, и я решила, ну, почему я должна быть счастлива, если я могу сделать так, чтобы было счастливо очень много людей. Просто по количеству это для меня превысило мое личное счастье. Вот. Ну, потом я поняла, что, и вышла замуж, конечно, я поняла, что это был ее выбор, если она решила, допустим, умереть из-за того, что кто-то не делает так, как она хочет, то я имела право дать ей умереть. Хотя, когда я это говорю, до сих пор у меня есть внутри такое, что хорошо, что я этого не сделала, потому что я бы не простила себя. Да, да. Ну, в итоге я, через два года я развелась, но я просто бросила это как мешок, потому что я не могла это тащить. Не твое, да. Не ты же это выбрал. Да. Вот. И у меня осталась все равно эта обида, ну, что, просто, ну, такая жесткая манипуляция. Тогда просто все. Вот этот навык, он всегда связан из момента того, что все есть я. То есть я есть все сущее. То есть любой навык игнорирования, равнодушия – это не навык. Навык всегда выходит из сферы «я есть все сущее», то есть у меня нету страха. У меня нету страха, но у меня есть искреннее любопытство. Вот. А с этим искренним любопытством можно залезть куда угодно. И вот навыки – это там умение дарить нежность. когда нас обижают. Быть прямым и искренним, когда нам страшно получить «нет» в ответ. Просто выразить прямо свои чувства искренне, когда боишься, что тебе откажут или что ты не нужен. То есть навыки всегда подразумевают умение двигаться без страха. Можно вопрос? Интерес, любопытство – это есть потребность? Какая потребность? Чего? А? Потребность. Что ты имеешь в виду? Я просто сейчас отвечу. А что ты имеешь в виду под моментом потребности? Да, это необходимо. Именно как потребность. Допустим, потребность есть у человека в воде, в воздухе. Это потребность. Интеллектуальная есть потребность в познании. А вот именно интерес, любопытство – это есть потребность или это все-таки инструмент для достижения потребности реализации? Я бы назвала это потребностью, потому что если ты не дышишь, ты умираешь, да? Если ты не кушаешь, ты испытываешь голод и тоже жуткий дискомфорт. Если у тебя нет любопытства и интереса, у тебя теряется желание, эмоции, чувства и мотивация. Мотивация жить уходит, если нет интереса. Представь, что тебе больше ничего с этого момента не интересно и не любопытно. То есть тебе пофигу на все. Но это можно назвать интеллектуальной потребностью? Я не знаю, как ты это для себя назовешь, понимаешь? То есть я объясняю, как я это понимаю. Можно сейчас спросить, если я чувствую очень большой барьер перед этой коммуникацией, то что может мне помочь ее преодолеть или преодолеть? Общение самой с собой вначале. Посмотри, где ты сама с собой будешь общаться. Где у тебя этот барьер с самой собой в общении. И он должен быть по логике такой же, как и барьер к родителям, например, да? Или к другим людям. В том-то и дело, что со всеми остальными людьми мне очень легко общаться. И родственники тоже, с которыми у меня были самые разные проблемы. А вот именно с родителями, я действительно, пожалуй, не уважаю их выбор. Мне с ним просто неприятно общаться. Значит, там внутри есть вот эта вот самая боль, о которой я говорила вот до этого. Когда есть все сущее, резко из этого всего сущего выходит мама. Все сущее и мама. То есть ты... Нервная система говорит, что это за неполадка? Потому что мама это тоже я. Ты говоришь, не, мама не я. Я такое с тобой не буду делать. Нервная система говорит, ну ты вообще, да? Ну слепые пятна, ну пошли на работу. Слепые пятна выходят. Мама втягивается. Вы делаете жопу. Понимаете себя. Понимая себя, вы понимаете маму. Нервная система такая вздыхает. Ну вот, наконец-то я снова. Я есть все сущее. Ну наконец-то. И поэтому понимая себя. Вот это тоже самый барьер. То есть как вот ты говоришь, ты не уважаешь их неопыт и тебе... Как ты сказала? Неинтересно или... С ними неприятно. Так вот, то же самое перенеси на себя. Где ты не уважаешь собственный опыт. Где ты так же... Вот ровно такими же фразами, как ты говоришь им. Где-то ты то же самое говоришь себе. Где ты не уважаешь собственный опыт и где тебе... Это противно, да? Неприятно. Неприятно. Когда тебе неприятно того, что ты делаешь и как ты живешь. То есть есть какой-то выбор, который ты делаешь из того, что ты этого не хочешь, но ты это делаешь. И тебе неприятно уже с собой общаться где-то там внутри, потому что ты делаешь не то, что ты хочешь. То есть предаешь себя. И поэтому не уважаешь ты свой опыт, потому что ну... Ты себя предаешь и говоришь, ну как я могу себя там уважать? Посмотри, я предаю себя. Мне неприятно вот здесь вот с собой общаться. Вот этот кусок нужно найти, находишь его, понимаешь это, и вот тут вот резко сходит. Можешь общаться с родителями. Есть такой момент, что накопление и наработка собственных навыков идёт всегда через прицеление родителей. То есть ты можешь сформировать, например, выстраивание собственных границ, в результате чего научиться это делать? Вот только когда на тебя давили, не уважали тебя как личности, не подверг с твоих расстрастов, в результате возникает какая-то потребность при восстановлении границы. То есть это всегда идёт на отрицание родителей, именно на формирование какого-то навыка или нескольких навыков. То есть это когда идёт полное принятие, там как бы ничего. Человек какого ещё раз стоит? Правда, сейчас на отрицание. Так, ну у нас полтора часа ещё осталось. Я вас сейчас добью ещё одним перерывом, да? Вот, однозначно добью. И о чём ещё поговорить под конец? Потому что завтра будет вся практика. А можно о предназначении? О предназначении? А я же говорила про предназначение. Да, ну ещё немножко. Ещё немножко о предназначении. Так я сказала, как его вычислить. Если ты его вычислишь, о чём о нём говорить? Как бы предназначение? А, ну хорошо, да, всё, спасибо, я поняла. Но есть ещё один момент. Вначале я говорила про то, что Вселенная организатор. Когда вы понимаете, чего вы хотите, Вселенная начинает организовывать всю вашу жизнь вот под этот самый маячок с вашим желанием, с вашей целью. Например, вот есть, блин, линейка. И вот ваша цель на седьмом сантиметре. И эти семь сантиметров включают шесть. Например, там седьмой сантиметр, ваша цель, и она включает в себя по цели какие-то. Блин, какой же пример привести? Хочу научиться прыгать с парашютом. То есть, когда я научусь прыгать с парашютом, во-первых, у меня будет смелость. Я перестану писаться ночью, если повезёт. То есть, в смысле того, что вот я сделаю эту вещь, этот будет у меня навык. И благодаря этому поступку, этому навыку, у меня будет ещё по пути, я соберу ещё шесть штук. И вот если цель стоит на самой верхушке линейки, то автоматом, двигаясь к этой высшей цели, вы автоматом легко и незаметно нарабатываете все вот эти вот навыки, которые нужны для того, чтобы к ней прийти. А если вы стоите где-нибудь посередине, то есть, вы все усилия прилагаете, пришли к ней такие, «Ох, что, ещё не всё, да? Ещё в гору идти? Ох, надо передохнуть лет на десять». А потом снова. А потом забывается замуж, выходятся, дети рожаются, забыли. Так вот, если чем выше поставить, вот тут вот найти свою самую-самую высшую цель, то самое-самое, ради чего вы готовы умереть или готовы жить. Да, да. У некоторых легче умереть. Ну, ничего страшного, я хочу всё равно домой. Как бы, не проблема. Та высшая цель, и она включает в себя автоматом все эти навыки. Какой же это пример? А, ну вот я там занимаюсь телом, да, и я хочу целостности. Я хотела целостности, да. Ну да, представим, что я хочу целостности. То есть пока я учусь быть целостной, я нарабатываю целую кучу навыков. Причём я как бы этого не замечаю, потому что у меня главная цель – целостность, 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 целостность. А при этом я нарабатываю навык коммуникации, навык чувствования, понимания себя, своего тела. И вот тын-тын-тын-тын. А у меня просто цель – целостность. Вроде всё просто. Я могу поставить другую цель, чуть ниже. Как там было? Из чего она состояла? Коммуникация. Например, я хочу научиться коммуникации. Окей, я научилась коммуникации, всё. И для чего? Для чего? Для чего я учусь коммуникации? Для того, чтобы, например, общаться с самой собой. Ага, следующий навык – понимать своё тело. А для чего мне понимать своё тело? Ой, боже, как всё сложно. Оставишь целостность. И коммуникация, понимание своего тела, ещё, ещё, ещё. Эти навыки подтягиваются сюда. То есть, когда вы спрашиваете себя, для чего вам все эти навыки? Для чего вы хотите научиться тому, чему вы учитесь? То есть, по факту, для чего вы живёте, для чего вы родились? Какой вопрос? А? Ты перерыв будешь делать? Да. Сейчас просто… Это надо делать? Это надо делать? Ну вот тогда сейчас сделаем перерыв, я потом ещё закончу предназначение немножко. И придумаю, о чём ещё поговорить. Дарова, помогите, пожалуйста. В том зале надо всё-всё-всё аккуратно прибрать, потому что там будут занятия какое-то время. Да. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Продолжение следует...